Один из двух конкурсов проходил с 9 по 14 сентября на три вида поддержки. Это стартап, лизинг и приобретение оборудования. В администрацию поступило 44 пакета документов. Из них 22 пакета на стартап, 2 пакета на лизинг и 20 пакетов на приобретение оборудования. Из них 12 предпринимателей получили отказ. Во втором конкурсе, проходившись с 21 по 24 сентября, к видам поддержки добавили и социальное предпринимательство. Всего 32 пакета документов участвовало в конкурсе. Из них 11 бизнесменов получили отказ. Основной причиной отказа по-прежнему остается наличие задолженности у предпринимателей. В основном эта причина касалась начинающих бизнесменов. Многие регистрируются вот-вот, многие узнают от других предпринимателей информацию, соответственно, может быть кто-то не знает еще. Во-вторых, конечно, налоговая у нас начисляет уже задолженность, несмотря на то, что, допустим, срок оплаты налога 31 декабря, они уже начисляют задолженность и уже эта задолженность отражается как минус. Несмотря на то, что, опять же, повторюсь, срок оплаты ее еще не подошел. Предприниматели, обращающиеся за поддержкой в администрацию, должны иметь в виду, что у них не должно быть задолженности не только по предпринимательской деятельности, но и как у физического лица. Поэтому члены комиссии советуют всем предпринимателям в первую очередь проверять свои долги. Нужно заранее побеспокоиться об этом, нужно заранее прийти в налоговую, попросить справочку, если есть какие-то долги, быстренько их закрыть, подождать какое-то количество времени, несколько дней, чтобы эти платежи сели, чтобы минусов не было. И, соответственно, еще раз попросить справку, убедиться, что долгов нет, идти в МФЦ со спокойной душой сдавать документы. Но не все так плохо. В этом конкурсе прослеживается и положительная динамика. А именно, предложения от предпринимателей становятся разнообразнее. Это и детские какие-то развивающие клубы, это и швейные производства, это и производство продуктов питания уже у нас в городе открываются, и ремонтные услуги, и сельское хозяйство тоже довольно широко представлено, и выращивание помидоры, и выращивание птицы, мяса и так далее. То есть, ну, соответственно, больше денег, больше возможностей. Напомню, из федерального и республиканского бюджета выделено 95 миллионов рублей. Из них 15 уже освоено. Соответственно, еще 80 миллионов рублей предстоит распределить между предпринимателями. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Константин Меркушев, телекомпания «Арис».